Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» прямо передо мной, да, как лист перед травой, Сергей Бунтман, персонально ваш. Да, 44 минуты с театром. Давайте, да, дорогие, в том числе и с театром, поскольку у нас сегодня, безусловно, будут театральные темы. Вот вопросы, которые пришли до начала программы, я, наверное, вот с этого и начну, как раз с театрального. Да. Сегодня 100-летие Юрия Любимова. Ну, я сейчас прочту вопрос, да, вопрос хороший. Сегодня 100-летие Юрия Любимова. Складывается ощущение, что «Таганка» — это своего рода преломление нашей страны, пишет наш слушатель, с ее взлетами, талантом, силой, пафосом и одновременно мятежами, расколом и грубостью. Что вы, Сергей Александрович, думаете о Любимове и о его театре? Я буду всегда сказать, я о Любимове и о его театре. Я много думаю, я никогда не забываю то, что называется. Но дело в том, что я немножко опоздал, потому что я, ну, не застал, не так было, не застал начало театра «Таганки», рождение. И становлению было очень трудно попасть, я немножко был такой не из фанатов, которые могли. Но потом старался наверстать. Дело не в этом. Дело в том, что сегодня 100 лет Юрию Петровичу Любимову. Юрий Петрович Любимов — это, конечно, вот один из тех людей, которому нужно гордиться. Если вот мы, Родина Любимова, вот. Вы из какой страны? Я из страны, где родился Любимов, где он жил и работал. И это вспоминать не только 30 сентября. Очень здорово, что совпало с таким прекрасным праздником, который называется «Вера, надежда, любовь и мать и Софья». Кстати, всех поздравляю с именинами. И Юрий Петрович всегда говорил, и у нас в эфире говорил, а я еще месяц прожил до советской власти. Лука вот. Да, он же в 17-м году родился. Да, сейчас великолепная выставка в Музее Москвы. Вот скажи про это, потому что я вчера не попала туда, расскажи, что там было. Но этот спектакль очень важен не только для юбилея Любимова. И выставка не только важна. Там на Кумаче написаны цитаты из Любимова, лозунги из Любимова про власть, про государство, про талант, про все. Про все написано. Юрий Петрович был очень афористичный человек. И вчера был спектакль, который поставил Диденг. И этот спектакль «Десять лет, которые потрясли мир» 2017. «Десять дней, которые потрясли мир» 2017. Полвека назад был спектакль знаменитый «Любимовский». Но вот сейчас, как я вижу, что осознание какое-то и попытка осознания революции идет только в музеях, в театрах, в библиотеках идет, архивы выставляют. А государство не понимает, что ему праздновать. Абсолютно. Или не празднует. А ты говоришь про столетие революции? Да. Что ему скорбеть? Или что ему ужасаться? Или восхищаться? Непонятно. Потому что вообще по всей... Гордиться. Да нет, это... Понимаешь, в чем дело? Гордиться у нас вот большие промежутки. Вот одна отличная власть была, Московское царство. Потом началась Российская империя. А между этим это как-то неважно, как в одно в другое перешло, из-за чего. Вот было отличное государство, потом новое отличное государство, потом новое чудесное государство. А что между этим? Какая там революция? А революция – это плохо. Как же плохо, когда переходит одно в отличное, в еще более отличное, еще менее там отличное. Но все равно замечательно. Потому что стабильность превыше всего. Вчера замечательный спектакль, потому что это то, что нам напоминает не только любимовские спектакли, а вот эту попытку осознания революции, например, во Франции, когда Ариана Мнушкина поставила 1789 год. И когда среди зрителей ходили агитаторы, собирали, каждый себе собирал группу потихоньку. Потом были события, потом такой же, 93-й, кстати, у нее был. И вот это я вчера пришел, и когда начали эти такие тетки-мымры ходят, там и мальчики, и девочки меморические абсолютно, в меморических теток переодетые. И вот каждый тот говорит одно и то же там про обездоленных, про рабочих, про восьмичасовой рабочий день. Правда, это что-то такое, что это такое? Это все мы знаем тысячи раз, и никто так не о сомне реагирует. Ну, потому что полагается, нам сказали, ходить можно где угодно. Полагается, ну, как-то так начинают потихоньку, а потом вдруг... И вот я помню, когда один мальчик посмотрел мне в глаза вот так вот... Из актеров? Да. Я тоже тетку преображенной. Я так посмотрел на нее, не отрываясь. Ему надо было найти. Посмотрел, и вдруг завел «Божий царя храни», и там такой сдвиг музыкальный вот в этом. И там «Божий царя храни» с разными словами, «Божий царя», там, и что угодно, «Уими», там, и все. И вдруг это все начинается, такая клавертик, где вываливается какой-то человек откуда-то. И вдруг становится и страшно, и тревожно, и что что-то пропускаешь, там, оказывается. И потом говорят, Алина Сапрыкина, директор, у них говорят, а вот этого я не видела, пока даже готовили. А вот этого я не видела, потому что там везде разные сцены. Там два Николая, белый, абсолютно черный. Я как завороженный. Черный, в смысле, мавр? Ну, абсолютно. В черном мундире, черные погоны, черное лицо. И совершенно белый есть. И они вот, эта замечательная сцена, они пилят бревно. И такие, и из дневника там кусочки. Это уже после отречения. Дзынь, 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 дзынь. Вот это важно. И это и к Любимову, и к революции. И идея того, чтобы сделать такой спектакль, Каталина любимая была. И там замечательная эта мастерская Бруснейкина. И кто попадет, пробьется, обязательно пробейтесь. Потому что революцию-то надо осознавать. Это спектакль, который будет идти в какое-то время, в рамках выставки. Да, какое-то время он идет сейчас. И вчера был самый первый спектакль. И хорошо, что вы попадете не на первый. Потому что первое – это просто событие, как всегда. И там всем сложно на первом спектакле. И публика специфическая, только приглашенная. И появляется там Смехов. В роли Смехова. А где появляется, я вам не скажу, потому что вы сами найдете. А он сам. Запрети ему завтра. Вот запрети. Запрети ему точно давать локацию, как сейчас говорят. Локацию, где он будет в этом спектакле. Да, история Таганки – это наша история. И совсем только финал вот этот отвратительный и ужасный. И со стороны актеров таганкинских не перестает говорить. И здесь спрашивают, а чем сейчас? Не знаю. И знать пока не хочу. Пока у меня немножко отойдет вот этот театр на Таганке нынешний от памяти о любимой, я смогу каким-то образом это воспринимать. Уж простите меня, но, по-моему, это было безобразно. Хорошо. Я просто открыла сайт музеев Москвы и хочу вам сказать, что не так все хорошо. Потому что до 26 октября только открыта эта выставка. Пожалуйста, тогда уже поспешите. Но времени полно. Полно времени. Мало на такую, я считаю. Это мало. Не знаю, когда будет следующий спектакль. А, вот спектакль, смотрите. Вот сейчас просто скажу, Сереж, прости, что отнимаю время от тебя. Но важно, раз уж мы про это заговорили. Сам спектакль, про который сейчас Сергей рассказывает, Максима Деденко, будет идти с 29-го, со вчерашнего дня, до 8 октября ежедневно. И билеты можно купить. Так что, дорогие друзья, обратите на это внимание. Я думаю, что ребята там разойдутся. Вот, но они и так были хороши вчера. Но он дико физически тяжелый спектакль. Ну, это дело, такая работа. Такая работа. И это, ну, кроме всего прочего, это так интересно. У тебя тоже работа нелегкая. Да ладно, это все какая-то работа. Вот, возвращаемся к нашей действительности. Да нет, я хочу про культурку. Ну, давай про культурку. Про матильдочку. Ой, боже мой, ну что про это со мной? Нет, мы не можем так каждый день. Изгнали, зампрокурора. Вот это и начинается. Все, я теперь после вчерашнего спектакля, я все пою, что ты... Ну, расскажи нам про изгнание прокурора. Это такая история, которая всплыла неожиданно. Ну, изгнали. Вообще, у меня вот поставил прекрасное, то ли точка, то ли многоточек, поставил, Виталий Наумович Дымарский поставил в журнале «Дилетант» нам веренном. Поставил он в своей предварительной редакционной статье, которая называется «Моя история». Он поставил, он все это убрал. Про что, про матильду? Про матильду. Не надо, еще премьеры не было. Все это убрал. Мы еще будем рецензировать. Да не пойду я смотреть. Вот не пойду я смотреть. Я, как всегда, дождусь, пока где-нибудь можно будет одним глазом посмотреть, сказать, не хотел и не пойду. Даже из-за скандала я не пойду. Простите меня про волю. Матильду в каждый дом. Да какой каждый дом? Она у меня и так в каждом доме. Крутит фуэте. Да не крутит фуэте. Я просто новейшего плутарха здесь, где есть такая пародия на Кшесинскую, на ее историю, балерина Знобинская. Я это комментировал. Я прочел все, что... Я не знаю больше, чем она сама просто получилась. Вот не нужно мне больше ничего. Была такая история. История, кстати, красивая, хорошая, интересная, любопытная. Изгадили, испогадили все это. Неправда. Вот Елена Дропека и Станислав Говорухин говорят, что фильм хороший. Да не учитель изгадил. Учитель снял... Теперь, я не знаю, неудобно говорить, что он хороший или нехорош. Я не знаю, какой это фильм. Пока и не буду его смотреть только из-за того, что... Ты как Поклонская. Вот ты такой же. Она тоже говорит, не буду я смотреть фильм. Я гораздо хуже Поклонской, ты понимаешь, в чем дело? Во-первых, она красивая девушка. Вот я гораздо хуже Поклонской. Но дело в том, что этот фильм был достаточно, чтобы понравиться, был сделан. На самом деле, этот фильм-то в русле был. Вот такая история в достаточно забытой идиллической стране. Была красивейшая история, которую все понимали, как красивую, вот кроме некоторых владельцев журналов, которые в дневниках, такое про это писали. Омерзительно писали. А это красивая история. Красивая. Может, и пойду. Вот, видишь? Может, и пойду. Но не потому я пойду, что там что-то про святого нашего царя. Там прекрасно играет актер. Ну, вот я его пойду посмотреть. Я загляну, конечно. Там, кстати, сам Томас Австермайер играет эпизод. Ну, то, что сейчас... И вот, смотрите, по тому сопротивлению, которое великий крестовый поход Поклонской встречает наверху, он встречает сопротивление. Он встречает непонимание. А вождь наш, президент Российской Федерации, он... Я бы не сказал, что он чопорный. Чопорный. Я бы не сказал этого. Слово «чоп». Ну, да. Да. Что он... Что он... Да, он официально всегда работал в этих организациях. Так вот. И это был государственный. Так вот, он человек... Ну, к семейной жизни он так относится, мне кажется. Как-то так. Как? Не приспособленный к семейной жизни? Нет, ну, как-то так. Без фанатизма, я бы сказал. И поэтому для него и вообще для многих людей это никакого опорочения нет. Потом здесь происходит какой-то вот... Ты знаешь, вот эти правители Флоренции, продажные абсолютно, и при которых, правда, искусство было, они как-то плохо к Саванароле относились. Хотя он был там государственник, высокодуховный. Но они его взяли да сожгли. Просто взяли да сожгли. В общем-то, он как-то мешал жить. И мне кажется, им мешает жить вот эта выспринность, что Поклонской, что всяких этих организаций, Святая Русь, Христианская... Вот ты видишь, история, она как бы длится. Фарс продолжается. Она длится, потому что это болезнь. Потому что страна больная. Она, понимаешь, она и здоровая, и больная. У нее какой-то вот все это... Вот приехал я как турист в город Москву. Вот здесь. Город Москву и пошел пешком на дилетантские чтения. Замечательный город. Приятный, хороший, народу полно. Молодого народа полно. Хороший, нормальный, абсолютно... Ты про себя рассказываешь? Нет. Я приехал как турист в Москву. Я приехал, о, смотри, вот там, где раньше был гнилой зуб какой-то, знаешь, как Лужковская Москва, это всегда такая харя-уголовника. Здесь гнилой зуб, а здесь золотая фикса. И вот между этим... Смотри, как здорово. Там памятник плесецкий такой странный. Такая стрекоза. Она чудесная совершенно. Вот так, посмотри, как такой бытовой памятник. И думаю, я вот какой-то это... А Калашникова видел? Проезжал. Тоже хороший памятник. Летящий, летящий. Нет, ну это такой... Такой, конечно. То, что с ним произошло, это должно было произойти, чтобы швейзер оказался. Чем кончилось твое путешествие туристическое? А тем, что ощущение года 15-го, так, 1915-го, не покидает. Как было ощущение 13-го года, вот еще когда войны наши не начали. Ни Украина, ни Сирия, никакая. Такой 13-й год. И с одной стороны, есть правительство, которое занимается там... Чем вы занимаетесь? Идиотизм. Вот. И департамент идиотизма. И какой-нибудь печатают, какие-то законы печатают, какое-то что-то рвут. С этого хватают, тут хватают, там зачищают, тут почищают. Это есть такой психоз, особенно, прости меня, бывает, у дам бывает такой психоз, который... ПМС? Ну, где-то пятнышко, вот это зачистить. Такая часть нормальная страна. Москва почти современный город. И в каждом городе такое вот есть. И это именно то, что... Когда идиотизм довел Россию вот до революции. Когда идиотизм не понимали, просто практически ничего не понимали, что у них в стране происходит. И сами завязывали эти узлы. Охранка, которая устраивала провокации и внедряла агентов-провокаторов. И из-за этого и террорист рост как на дрожжа. Они сами привлекали. Сажали совершенно мирных людей, воспитывали бойцов. Как сейчас делают. А при этом, как-то растет где-то, будто искусство вот есть, вот здесь что-то. Понимаешь, я вчера сижу, Диденко смотрю, а в это время Серебренников под домашним арестом. Почему вот это вот... Вот какое-то такое. А сидит Смехов и говорит... Вот представьте, идиотизм какой вот тогда был. Когда сидит, вот там группка приходит, и вот Смехов рассказывает, как все было. Какие-то очень забавные тексты читает. Чудесный совершенно Смехов, изумительный и обаятельный. И читает, вот понимаете, вот точно нельзя было в человеке Сизуана. А вот те же тексты про власть, они пошли в 10 дней, которые потрясли мир. Потому что случилось короткое замыкание у начальства. Начальство, ну, как мы можем, а это ведь осуждение той дореволюционной власти. И заискрило у них у всех. И вот такой, с одной стороны, кретинизм, а с другой стороны, масса сил. Масса каких-то здоровых, абсолютно психически здоровых людей. Перспективных людей. А как ты думаешь, у нас больше психически здоровых или психически больных? Да наплевать, кого больше-то. Как это? Это важно. Да не решает ничего, это пресловутое большинство. Не решает. Не решает. Потому что психически здоровые люди, большевики тоже были психически здоровые люди. До поры до времени. Пока они сами себя сожрали. И Ленин был психически здоровым? Абсолютно. Абсолютно. И Сталин был психически здоровым? Абсолютно. Абсолютно. И Блюмкин? Блюмкин. Блюмкин тоже, я думаю, какое-то время был психически здоров абсолютно. Сразу Блюмкин. Блюмкин вон там лез, штанами зацепился рядом с нами в Денежном переулке, убивал посла. Это абсолютная доведенная, как и во всякой революции, это доведенная логика. А элементы этой логики подсказывают государству, что надо делать. Ну ладно, давай еще по событиям пойдем. Что у нас есть? Сергей Александрович, прокомментируйте инициативу единоросса, справедливого росса и коммуниста блокировать сайты, призывающие к участию в несанкционированных митингах. Что это? Что это? В подполье загоняют? Да загонят. Вот сейчас испанское правительство, центральное испанское правительство, пытается блокировать все, что связано с референдумом в Каталонии. Пытаются это сделать. Да это не сделаешь. Я понимаю, когда одна дырка, стоял мальчик, это мальчик с пальцем в Голландии, да, и когда одна дырка в дамбе, он стоял там, у него палец чуть не отвалился, но наводнений, разрушений не было. Этого не закроешь всего. Они не знают, что делать вообще. Это такая вот, какая-то такая реакция на все. Вот здесь у меня, здесь у меня бложка, здесь у меня вожка, здесь у меня это, давай я это прижму. Ну, все, это абсолютно, это как допившийся до белочки, допившийся себе. А что-то на меня все. А что-то на меня все стряхиваешь, да. Это сумасшедший дом. Правильно там в вопросах где-то написал. Он напоминает 5722 раз, что у нас уведомительный характер. Но об этом уже даже речи нет, потому что они зашли в какой-то собственный тупик, они варятся в собственном соку. Ну, варятся, не варятся, а людей хватают. Хватают. Так это на нас влияет. Они на нас этих крокодильчиков-то стряхивают. Правильно. Своих этих крокодильчиков. И они по нам бегают. Вот что получается такое. Это поразительная чехардастся сейчас. Вот зачистка губернаторов. Лучше всех Меркушкин выступил. Потому что старые должны уйти, молодые должны прийти. А мне понравилось, как Абдула Типов сказала, что это озеленение губернаторов. Озеленение. Они сейчас все будут. Вот я, ты знаешь, я очень люблю комментаторов и аналитиков, которые вот все решения начальства, а также чиновники, они считают правильными. И вот как они вот, и даже не смотрят, было такое решение, не было. Меня подмывает всегда. Вот позвонить и спросить, как вы прокомментируете решение о вашем расстреле. Я считаю это решение правильным и своевременным сейчас. Потому что значит это нужно. Нет, ну а почему на самом деле надо менять? Мы же все время просим, чтобы власть менялась. Мы же выступаем за сменяемость власти. Тебе главное обеспечило. Вот он говорит, ты просил сменяемость, Сергей Александрович, я тебе ее обеспечиваю. Этого снял, другого назначил. Почему мне сменяет эту власть кто-то? Не кто-то, а главный. Да главный. Главный по камере. Почему он имеет на это право? Он сам придумал и сам эту систему. Это система гниения. Потому что у него, понимаешь, в чем дело? У него уже засаленная колода. Он там ищет. Ой, новый. Откуда у него новый появится? Они все на одно лицо, зато все новые. Ну, так вот они на одно лицо. Так у него этот самый 3D-принтер, которым печатают. Знаешь, клоны из одного человека сделаны. Армия клонов. Та-та-та-та. Вот, все. Может быть, и хорошо. А чего хорошего-то? Что мы не знаем, кто это. А жизнь хороша. Как в Швейцарии. Ты понимаешь, Швейцария. Швейцария всем миром выбирает все. Даже в какую сторону, под каким углом газовую трубу загнуть. Швейцария – это люди, где все выбирают. Ну, подожди, нам же про нее все время рассказывают, что там живут счастливые граждане, которые не знают имени своего президента. А потому что у них президент держится один год по Конституции. Ну, вот и у нас так будет. Один год губернатора, потом до следующей. И президент у них не решает, у них решает все. Село, город, кантон. Кантон – это не в Китае, не в Гуанчжоу, а кантон швейцарский. Они решают все. Это страна, в которой постоянно проходят референдумы. Она даже не федерация, она конфедерация. Это абсолютно независимые, только существующие на вековых, правда, но договоренностях, кантоны. Швейцарские кантоны с разными четырьмя языками, с разными привычками, с двумя, как минимум, конфессиями. И они сами себе выбирают. И все они прекрасно знают, что-то даже не знают. Потому что президент никакой роли не играет. Он год попредседательствует над конфедерацией, а потом уйдет, его заменят, снова выберут. А наш не уйдет. Поэтому нам лучше, чем швейцарцам. Мы сидим с Сергеем, общаемся, а одновременно с нашей передачей вот по всем телевизорам европейским идет тема, конечно, референдума испанского и вообще всех беспокоиться за судьбу Каталонии. А что беспокоиться за судьбу Каталонии? Каталония должна решить сама, все-таки, в конце концов, ей быть составе испанского. А это дает, собственно говоря, какой юридический статус этого референдума? Они решают, что они, допустим, выходят. И что, выходят? Ну вот, а дальше посмотрим. А дальше посмотрим. Там может создаться очень интересная ситуация, потому что вот сейчас испанское правительство, вот когда после Франка, когда Франк умер, и вот и настала монархия снова, тогда очень было важно наладить взаимоотношения со страной басков, в меньшей степени с Галлисией, с Каталонией прежде всего. Потому что Каталония, это такой, это важнейший очаг был еще до заморозки, до того, как Франко пришел, очаг гражданской войны и очаг сопротивления франкистскому, отстаивания республики и сопротивления путчу и тому, что произошло в Испании тогда. А Каталония, это, здесь кто-то, какой-то очень интересный человек у нас говорил, куда они там денутся и вообще все они бедные. Каталония, это всегда была самостоятельная и очень мощная была в экономическом отношении. Это не дотационный регион. Это вполне. И потом есть вещи поважнее, вот этой самой, так называемой. Да куда они там экономически денутся? Да все они, все, как говорили, когда Советский Союз распался, да все они запросятся тут же. И кто-то что-то не запросился назад. Вот Донбасс и Крым. А кто там просил? Крымчане и донбассцы. Они просили уже, когда все на месте были. Понимаешь? Референдум происходил там очень интересно. Референдум уж был, когда появились зеленые человечки и когда они захватили Совет в Симферопте. Это надо хронологию смотреть. Так вот, давайте следить за Каталонией. Давайте посмотрим. Я не знаю. По-моему, сейчас себя правительство центральное, испанское, мадридское ведет себя не очень разумно. Почему? Ну, потому что они пошли в кость. Потому что одно дело, когда идет регион, идет вот жесткую борьбу такую. Давайте снова референдум. Проводите. Проводите. И чем больше будут говорить, что статус этого референдума незаконный, там же не стоят французские войска, например, в Каталонии. Но это законные или незаконные? Французские человечки. А понимаете, в чем дело? Когда происходит революция, а это революция. Как это там революция? А это революция. Когда происходит... Что означает стабильность? Когда все элиты согласны, в принципе. Вот это стабильность. И тогда законы, конституция. А когда не все согласны, начинается как гражданская война в Соединенных Штатах. Вроде бы все. Все согласны. Все отлично было. Но существует одна, другая. И начинают делиться на две коалиции. Ну, скажем, грубо говоря, тогда разделились в Соединенных Штатах. Здесь получается, чем недовольна, собственно, Каталония. Надо в этом разобраться. Но там уже точно, что бы ни происходило, вот каталонские элиты не согласны с элитами центральными. И уже раз пошла такая пьянка, то уже разговора о законной, незаконной. А почему нам диктуют из Мадрида? Начинается. А вот почему нам... Как только встает вопрос, а почему нам диктуют из Мадрида? Как в конце концов глаз, выпиющий Тэтчер в пустыне, прозвучал. Я не хочу, что почему нам будут диктовать вообще, что в кошелку класть в магазине, будут из Брюсселя диктовать, говорила Тэтчер в свое время в парламенте. И раз, 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 вот как-то это последовательно шло годами. И Брексит. Да, потому что там, можно сказать, заложено там в Конституции, заложено это совсем другое объединение, эти Соединенные Штаты Европы, да, о которых столько говорили, Европейский Союз. А здесь монархия, государство, но не унитарное. Не совсем. И существует историческая традиция. Точно так же, как в Великобритании существует, она называется Соединенное Королевство. В Великобритании. Но здесь Испания, вот традиционно, вот это Испания, Испанское Королевство, вот в него входит, вот все мы знаем историю объединения, я так думаю, это когда Колумб ходил в Америку и назад, вот это все объединение произошло до конца. Испания. Но Каталония, если что-то нарушается, баланс законный, незаконный, все равно. Это может быть по разным причинам. В Крыму это было, в Киеве могли говорить сколько угодно, незаконно, но сила была на стороне России. И Украина... Сила, в смысле, физическая? Физическая, да, конечно, не политическая же сила. Она была... Сила эта присутствовала явственно. И тогда украинская армия и украинский флот не оказывал сопротивления. То есть война не началась. А почему здесь война? Значит, этот референдум не может считаться законным, если он был под... И дальше что? Под дулами автоматов. А если подавляющее большинство каталонцев считает, и как им иначе выразить свое мнение, если не проводить референдум? Ну, там же нет автоматчиков. Там никто не захватил Верховный Совет. Нет, не захватил. А что будет дальше? А дальше не знаю, что там закон испанский говорит. А вот посмотрите. А как они... Нужно иметь рычаги для того, чтобы закон реализовывать. Тут же понимаешь, как я понимаю, все-таки речь, если мы говорим про Крым, референдум, там проходил, который не соответствовал законам Украины, территории, который являлся Крым. Он происходил в состоянии, да, там хоть 20 раз там можно было большинство. Он происходил вопреки международным законам. И законам государства украинского. Он приходил вопреки украинским законам. Но создалась там ситуация именно с помощью российской силы, без российских сил она бы не создалась и не сделалась бы эта ситуация. И реакции на то, что происходило в Киеве, во-первых, обманывали людей. Во-первых, это потом Матвиенко сказал, ой, я ошиблась, да, когда что была угроза жизни русскоязычным. Ой, там одни бандеровцы в Киеве. Ой, там Майдан. Ой, что там случилось. И Россия этим воспользовалась. И отхватила Крым. Да. Отхватила. Здесь никто не отхватывает. Это внутри испанское дело. Но при этом нужно, я не знаю, наверное, сейчас все испанские умы, гостинические умы работают над тем, чтобы как-то, вот как выйти из этого положения. Когда в Каталонии большинство, не большинство, еще неизвестно, что покажет референдум. Но чем больше давление, тем яснее, что референдум может показать очень и очень результаты неинтересные для Мадрида. Давайте я тебе задам вопрос тогда еще по Украине опять. Что для вас есть термин гражданская война? Мой вариант... Можно я прочту? Да, давай. Мой вариант отличия гражданской войны от негражданской, пишет Александр, это в первую очередь наличие или отсутствие войск агрессора. Потому как практически в любой войне можно найти граждан, воюющих по обе стороны. Комментарий Алексея Венедиктова на эту тему меня лично крайне покоробил. Я не знаю, чем покоробил комментарий, потому что гражданская война в Испании. С одной стороны, итальянское оружие и присутствие итальянского и немецкого оружия в 30-е годы. В 30-е годы. Да, в 30-е годы. Это недавно совсем было. В 30-е годы, да. А с другой стороны, советское оружие. Советские даже и военные специалисты, но это гражданская война Испании, решается вопрос, собственно, внутри Испании решался вопрос и какой ей быть, и в каком составе решался вопрос судьбы Испании. И толчком был раскол гражданского общества. В меньшей степени война на Украине гражданская. Но это так называемая, конечно, гибридная война. Потому что здесь инициатива именно вооруженного столкновения, малая инициатива в Донецке, в Луганске принадлежала собственно формированиям, которые там были. С чего началась война? Давай вспомним. началась с выступления, с захвата. Славянск. Кто туда пришел? Товарищ Стрелков? Да, пришел туда. Он не местный житель? Он не местный житель, но он пользовался тем, что местные жители. Тут начинается, что там была вполне революционная ситуация, как и, между прочим, под спутной и в Крыму, как в Херсоне, как в Мариуполе, как в Одессе. Там не прошло. В Херсоне вообще полчаса длилось это, по-моему. Вся эта революция и сепаратизм. А там пошло, потому что туда пошли войска. Пошло вооружение, пошла поддержка. В вооружение пошло российское. И получилось здесь такое подобие Финляндской демократической республики в 1939 году, от которой заявили о помощи. Вот она настоящая. И когда признавали потом, что это Украина, вот она настоящая Украина, и давайте с ней считайтесь. уже после. И да, придется считаться с ними. Придется считаться, и это долгий-долгий будет процесс возвращения Донбасса, возвращения Донецкой, Луганской, этих так называемых республик, в состав Украины. В каком виде? Что они сейчас вышли из состава Украины? Нет, но это получается, это такая зыбкая ситуация, но фактически это на кормежке у Москвы, на кормежке у Москвы с московскими войсками и оружием, это территория отдельная, там Украины юрисдикции фактически нет. Что бы там ни признавали, везде там на Минске, с Украиной. А тем более, где здесь признаки гражданской войны? Гражданской войны. А тем более, это нельзя назвать гражданской войны. С одной и с другой стороны. Ну, привет, ты же только что сказал, что это российская страна. Гражданская война это гораздо более сложная история, чем вот... А в Сирии какая война? А в Сирии, вот говорят, там гражданская война, там и гражданская война, и началась, как гражданская война, и недолго продолжалась, но это поэтому появился термик гибридная война. Но что разделена и Украина, и разделены они, она еще сложнее разделена, чем на пророссийских и антироссийских. Но что еще ужасно вот в этой войне, война имеет разлагающее действие на всех. У нас она разложила все, что только угодно. Любая война разлагает. Афганская война разложила общественное сознание. Просто его вот в пыль. Война, которая, война чеченская, ого-го, как бы влияла на все общественное сознание. Война, любая война, потому американцы так всегда дрожатся, снимают, там миллион фильмов, там пять тысяч программ реабилитации ветеранов, преодоление вот этого сознания, преодоление понимания, непонимания, разбираться во всем, даже в синхронно в происходящих войнах, будь то Ирак, будь то Афганистан в вступление и так далее и тому подобное. Но война развращает ту территорию, на которой она ведется. Развращает государство противника, каким бы он, как бы он не оборонялся. Украина пострадавшая страна и обороняющая страна. Украина не страна-агрессор. Потому что вот АТО антитеррористической операции сопротивлялись там в Луганске и Донецке. Ничего подобного. Ничего подобного. Это уже когда пошли, потекло российское оружие и как там все было, и агентура вся работала, и это совершенно спровоцированный масштабный путь. Вот не получилось этой финляндской демократической республике, как и там, так и здесь, не пошли вот этим, кто-то мне будет доказывать, что не было вот этого плана, именно захвата гораздо больше территории, и именно снова нового подчинения Украины в какой уж форме, не знаю. Это было, это не получилось. Получился такой вот кусочек. В Сирии тоже, как только вот поддерживали, стала коалиция поддерживать сопротивление осаду. Вот здесь, здесь же пришла не решать проблемы тамошние, а решать свои проблемы, и решать противостояние проблемы с Америкой, и сохранение своего сателлита пришла Россия решать. А война все равно гражданская. Вопрос опять про международную обстановку. Хотя нет, это здесь тоже свои аналоги проводятся. А почему Меркель можно, а Путину нельзя? Имеется ввиду, наверное, то, что она выиграла уже, как у нее там получается, третьего? А там нет другого, там нет законов, во-первых. Нет никаких ограничений. А во-вторых, вы сравнили одно с другим, вот не буду говорить, что с чем. Потому что выборы в Германии, начиная с всего послевоенного времени, как строилась послевоенная Западная Германия? Она строилась снизу. Она строилась снизу. она строилась через построение муниципалитетов, земель, потом Бундесрат, потом Бундестаг, выборы. Это демократия, которая методично выстраивалась снизу. И поэтому выборы Меркель, во-первых, ее партия признает своим лидером, Меркель побеждает в жесточайшей борьбе, и ни одна из партий, которая сейчас выигрывает или проигрывает, вот та, которая выигрывает, не набирает. Даже 40% не набрала Меркель и блок ХДС, ХСС. Ему надо входить в какую-то коалицию. Причем социал-демократы объявили, что большой коалиции больше не будет. И кто с кем будет блокироваться сейчас, ну там наберет Меркель. И что значит Меркель можно, а Путину нельзя? Если бы были выборы хотя бы похожие на 2000-й год, хотя бы чем-то похожие... У него? Ну да, у Путина. Тогда бы, кстати говоря, вот вышла книжка Михаила Сергеевича Горбачева. Вот книжка сейчас. И я поразился, ну, можно сказать, там просто жизнеописание, каждый человек себя описывает так, как ему хочется. И как помнит. И как помнит, если не помнит, подскажет, и как ему видится. Но то, что он пишет абсолютно ничего, не скрывая всех своих позиций на протяжении всего правления Путина, и я говорил то-то и тот. Да, действительно, он говорил, идет здоровенная цитата. Я говорил то-то и тот, я говорил то-то и тот, а выходит вот то-то, 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 то-то. Дальше. И там, кстати, совершенно блестящий анализ того, что происходит. Вот постепенное съедание демократии, съедание нормальных выборов. Меркель выбрала отличный, выиграла отличный, нормальный, честный, при большой явке выборы. И не надо путать. А это у нас кемерсеновщина и кемченировщина все это происходит. А также лукашенковщина, что угодно, и осадовщина. Вот что у нас происходит. Это другого типа государства. Хотя конституция написана замечательно. Ну и у Сталина тоже была конституция. Написано просто так, что вот закачаешься. Про выборы тоже спрашивают. Но это любимый вопрос. Раньше у нас был любимый вопрос Толстой или Достоевский. А сегодня спрашивают Навальный или Собчак. Давай отвечай. Ты за кого? Я не за кого? Как это не за кого? Я не за кого. Кто меня убедит, за того и буду голосовать. Кто меня убедит. Если будут... Вот здесь еще постоянные камлани по поводу вселенского объединения оппозиции. Я помню, как Гарь Каспаров привет ему большое здоровье. Как он объединял в этом самом размышлительном клубе. Там когда они размышляли. Комитет 2008? Нет, после этого, когда они размышляли, когда все это были, анализировали ситуацию, у него там был конь, трепетная лань. Какой конь? Нет, ну вот коня и трепетную лань. Я думала, конь этого, каллигула. И лебедь, и рак, и щука были. И все, кто угодно были. И это было бессмысленно. Как говорил Владимир Ленин, для того, чтобы объединяться, надо решительно размеживаться. Так это происходит постоянно. Вот в этом как раз недостатка нету. Мне кажется, в прошлый раз я так все время спрашивал Алексея Алексеевича здесь, а именно нет ли желания использовать Навального как обрезок трубы, да, для того, чтобы остальную оппозицию урывать просто. А он понятно, что делает. он понятно, он много делает невольно, он политик, он и должен это делать, но вокруг-то пустыня, мне кажется, что вообще политическая жизнь должна быть густо заселена. И если Ксения Собчак соберется действительно, а может быть и соберется, дай Бог здоровья. То есть ты готов возглавить избирательный штаб? Нет. Почему? Разглавить листовки, метро. Я не готов возглавить избирательный штаб даже святого нашего отца Папы Франциска. Вот дай ему Бог здоровья. Не готов, потому что это не моя работа. Я не могу возглавить какой-нибудь избирательный штаб или даже в нем работать. И не буду этого делать. У меня другая профессия. Абсолютно другая профессия. У меня есть общественный долг и право голосовать за кого хочу. Кто меня убедит? И если я решился голосовать, как на муниципальных выборах, я прочитаю все про них. Мне не надо, чтобы за мной бегали. Что там тебе читать про Собчак и про Путина или про Навального? Что ты не знаешь? А откуда я знаю, с чем пойдет Ксюша Собчак? Откуда я знаю, с чем окончательно пойдет Алексей Навальный? Если он правда пойдет. А сейчас мы говорим ты за кого ты больше хочешь главным тренером сборной России? Мауринера или Гвардиолу? Я сейчас задам тебе вопрос. Ну, задай. А что же будет с Барсой? Откуда я знаю? Ну, как это? Совершенно не интересует. Болельщики против отделения Каталонии. А что? Ну, Барса будет играть с Испаньолом. Ты знаешь, это 122-я проблема всей жизни. Это пускай каталонцы думают. И пускай болельщики Барса думают. Я сейчас думаю о другом. Барса была при Республике, Барса была при Монархии, Барса была при Франко. Барса при всем была. Барса и в Африке Барса. Откуда начался мечет, между прочим, франкистский. Так что знаете, что меня мало интересует. А правда, что теперь вместо Бородиной будет Поклонская, спрашивает. Да, Вчера замечательный троллинг устроил Сергей Борисович, он сказал. И то, что он объяснял потом, я это проверил на Ксении Лариной, я проверил. Да, я проверил. Да, потому что когда я сказал, вот вчера Сережа Пархоменко говорит, что вот теперь у нас уволили Бородину и будет Поклонской комментарий каждую пятницу. Да нет, просто в командировке, нет в Москве, Арина Бородина... А Поклонская в Москве? А Поклонская... Оказалось, как-то сказать. бог с ней, что она в Москве, она может быть где угодно, вообще я при ее мистическом настрое, я думаю, что она может быть где угодно одновременно, еще ко всему. Но вчера был просто, взяли у нее интервью, что само по себе событие, замечательно, она нам рассказала трогательную историю зампрокурора крымского, которого уволили и лишили гражданства, и поэтому прошло ее. Арина Бородина на своем месте всегда будет, когда она на работе, скажем так. Вот и все. А просят передачи про любимого, можно воспользоваться служебным положением, и скажу, что в Дефирамбе у нас будет как раз Вениамин Смехов, и в этой передаче мы будем вспоминать Юрия Петровича, и как раз на многие, в том числе, и ваши вопросы ответить. Я вам, друзья, скажу, что у нас, во-первых, у меня вот так и была звуковая передача с многими ролями любимого, как актера еще ко всему. Это тоже не надо забывать. И поразительными ролями. Во-вторых, нам совершенно не нужно вот что, что Ксюша, что мне, что всей нашей редакции, которая замечательно дружила, можно так сказать, с Юрием Петровичем всегда. И нам не нужно особых дат, чтобы вспоминать Юрия Петровича любимого. И когда придет стих, сделаем ту или иную, и 122 передачи про Юрия Петровича, которого сегодня замечательный столетний юбилей. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok